У нас есть три светофора разума. Мы с вами говорили уже с позиции половых отношений. Теперь поговорим с позиции деятельности. Значит, первый светофор разума, смотрите как устроена психика человека. Один светофор должен работать на полную катушку, второй на половину, третий молчать. Понятно, да? Итак, первый светофор связан с сознанием человека, с его способностью изучать, давать знания, работать над собой, контролировать чувства, влиять на способность понимать других людей. Этот светофор находится вот здесь, в области лба. Этот светофор у первой конституции работает на полную катушку с рождения. Второй светофор работает на половину, третий свит. Второй светофор означает любовь. То есть люди, которые рождаются в этой конституции, они чувствуют так в жизни, что знание спасет людей. Знание спасет людей. Людям нужно знать. И так как на втором месте вот этот светофор, то они хотят, чтобы люди были счастливы. Любовь, энергия, любви. Я хочу, чтобы все были счастливы, а счастье как они получат? Через знание. И смотрите, такие люди, как с детства себя ведут. Они обычно не склонны к играм. Достаточно молчаливы. То есть они постоянно задают вопросы о том, как должно быть. Вот это как, вот это как. То есть они интересуются. Они любят учиться. То есть им нравится читать, учить, читать, писать и так далее. И они склонны к изучению сильно. Они также, у них разговорные жанры. То есть они любят как бы кому-то что-то рассказывать и слушать. Вот две вещи, которые они любят делать. Рассказывать и слушать. Самое главное качество, которое развивает этих людей, это правдивость. То есть факты должны быть представлены правильно. Они это чувствуют. С рождением это важно. Для них это важно. И самая опасность большая для этих людей, это гордость своим познаниям. Когда такой человек гордится своим знаниям, он не способен дальше развиваться. Он теряет себя. Так смотрите, какие специальности у таких ребят и детей могут быть в жизни. Это тренер, преподаватель, священник, ученый, юрист. То есть специальности, связанные с обучением людей. Если, допустим, врач обучает людей, то это тоже категория. Допустим, человек может быть художником, но своими картинами он учит людей. Это тоже категория. Допустим, я учусь на врача. Человек может быть просто давать людям знания, как правильно жить. Он может организовать медицинский центр, быть руководителем. Он может торговать таблетками или может просто лечить людей. Это четыре категории, которые возникают само собой в жизни. Если одной из них не будет, то жизнь не будет течь в нашем обществе. Четыре конституции разума, которые мы сейчас будем с вами разбирать. Как определить, что ребенок вот этой первой конституции? И как его дальше развивать? Если ребенок не склонен к волевой деятельности, какой-то активной направленно других людей, он постоянно пытается что-то понять, изучить. Ему важно, что такое хорошо и что такое плохо. Где правда, где ложь. Ему важно во всем разобраться. Такой ребенок, который постоянно пытается все понять, является ребенком этот Иисус. Это не поменяется в течение жизни. Останется на себя таким. Из него военачальника не сделать. Из него можно сделать по леп руках. Следующая конституция. Верхний светофорчик работает наполовину, а средний – сильно. И главное для человека тогда что? Чтобы любить других, чтобы общество было счастливо. Это развитая конституция. Человек развитый в этой конституции. Потому что первая конституция тоже была от неразвитых людей. Мы сейчас об этом поговорим. Человек в этой конституции хочет, чтобы все было правильно, чтобы была любовь в обществе, чтобы было счастье. А как счастье может быть в обществе? Надо, чтобы все было правильно. На первом месте – счастье в людей. На втором – чтобы все было правильно. Это управляющий. Или руководитель. То есть человек по своей природе добивается, так как он видит, что все неправильно, ему надо, чтобы было все правильно. Он добивается превосходства. То есть он пытается победить. Ему надо, чтобы все было правильно. Он пытается изменить то, что происходит не так. И достигает это с помощью силы. Итак, в чем заключается природа таких людей? Такие люди с детства стремятся добиваться своего. То есть дети ведут себя очень властно. Даже такой маленький ребенок, он когда рождается, на него посмотришь, он смотрит вот так, такой взгляд. Он следит за всем, он хочет, чтобы все было правильно у родителей. Ребенок, который рождается вот в первой Конституции, он смотрит такой, знаете, как старец такой. Смотрит, не отворачивает, снимает и изучает. Все, наблюдают за всем ребенком, кто наблюдает. Второй Конституциум. Ну, не надо наблюдать на то, чтобы было так, как он считает правильным. Чувствуете, да, разница? Вот, то есть ребенок, вот эта вторая Конституция, он очень смелый по природе, решительный. То есть он храбрый, от природы храбрый. Первая Конституция не храбрые дети. Они не любят баталии. Они любят объяснять. Если, допустим, кто-то на них нападает, они говорят, ты что, зачем ты на них нападаешь? Я тебе и так все отдам. Сами, как бы, такие философские настроения. Не зачем сражаться для них. Но дети второй категории, они любят сражаться, они любят битву, сражение. И девушки, и мальчики одинаково. Итак, люди второй вот этой вот категории, они с детства любят правду. И сражаются за правду. Такие люди, они от природы надеемы качествами лидера. То есть они доказывают свою правоту, склонны доказывать свою правоту с помощью силы. Первая категория тоже доказывает свою правоту, но с помощью знаний, логики. Вторая категория с помощью силы. Такие дети очень амбициозны. Они настаивают на своем, могут права качать. То есть они сильные, личность сильная. То есть с ними очень трудно справиться. И руководители вот этой вот категории, есть развитые, есть неразвитые. Развитые руководители, они свою силу и власть направляют на счастье людей. Пытаются сделать так, чтобы люди были счастливы. Неразвитые руководители, у которых эгоизм сильнее, чем разум, они пытаются эксплуатировать людей. То есть они пытаются достичь власти с целью вытягивать из них то, что им нужно. И вот веды объясняют, что те люди, которые, те руководители, которые способны сохранять власть и при этом направить ее на счастье других, испытывают глубочайшее чувство удовлетворения от того, что происходит вокруг них. И люди, которые их окружают, также верят в них. Они чувствуют себя комфортно и защищенными. И они, вот допустим, при царте, директор завода, заботятся о своих подчиненных. И даже на заводе кризис, люди не уходят оттуда, потому что они верят, что они там защищены, что о них заботятся. И у нас хороший директор, и он нас в обиду не даст. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть такой человек распространяет от себя такую силу защиты и заботы. И его все любят, и он всех любит. Это признак развитости, потому что на всех этих четырех категориях есть свои экзамены. Допустим, человек, который ученый по природе, его экзамены – это гордость. Если он там выучился сильно, много ученых степеней имеет, там высокий статус в обществе, то он очень гордится часто своими познаниями, и это разрушает его счастье. Потому что такой человек по факту не может быть удовлетворен своей жизнью. Он постоянно на всех давит психически, нажимает. То есть он испытывает амбиции, амбициозные ученики, но не может слушать. А если человек не может слушать, то разум его не развивается. Разум в человеке развивается только в смирении. И по факту, если брать выдающийся ученых, допустим, взять Эль Шейна, он в своей жизни сказал, я понял, что я ничего не знаю об этой вселенной под конец своей жизни. Он сказал, ну, смирение. То же самое вел себя точно так же, Емманосов и так далее. Можно видеть, что выдающиеся люди, они помимо своих познаний также обладали способностью быть скромными и смиренными в своем сердце. Это признак развитости ученого. И также признаком развитости является то, что он способен не подтасовывать факты для своей карьеры. То есть он способен честно жить и честно вести вперед знания, науку. Это редкие люди в нашей жизни, но они счастливы, потому что такой человек действительно удовлетворен тем, как он живет. Видите, то есть природа руководителя, а это природа руководителя. Причем есть разные силы. То есть, допустим, если брать природу руководителя, то, допустим, человек, милиционер просто. У него природа руководителя или нет? Да. Но он не совсем развит. А если он генерал, допустим, милиции? Это уже более развитый человек в этой природе. То же самое, допустим, президент страны или просто, допустим, человек, который возглавляет какой-то обдел. То есть, видите, мы говорим о силе сейчас, о силе разума. Чем сильнее разум, тем он большее положение, более высокое положение человека в обществе способен занять в результате этой силы разума. Но природа при этом одна и та же. Как человек, который в армии находится, просто он лейтенант или майор. Или человек занимает более высокое положение. Одна и та же природа. Это милиция, армия, какие-то военизированные подразделения, храмы и так далее. Все это одни и те же люди. У него еще одну и ту же природу психическую. И природа защищать людей. И давать им заботу вот такую с помощью власти. Свои власти не дают им заботу. Разные категории людей. Но вот одна и та же природа руководит. Следующая категория. Вот средний центр разума очень активен. Самый сильный, так же, как и предыдущий. Средний светопорчик работает сильно. Нижний на втором месте. Нижний светопорчик – это самосохранение. Верхний светопорчик сильный. Нижний на втором месте. Верхний молчит. Смотрите, как психика у человека работает. Человек хочет сделать людей счастливыми. Его какая-то подсознательная функция такая внутренняя. Но он считает, что счастье приходит от достатка, от комфортной жизни. Потому что нижний центр разума отвечает за самосохранение. И тогда человек считает, что главное в жизни – это не власть, как предыдущая категория. Людям поможет не власть, а что поможет – деньги, богатство. И поэтому это уже следующая категория – не управляющих. Потому что, смотрите, категория управляющих имеет дело с чем? Управление с чем имеет дело? С властью он имеет дело. Поэтому ему важно, какой он статус в обществе занимает. Смотрите, разница. Бизнесмен – это человек, который управляет отношениями и деньгами. А руководитель – он управляет властью и законами. Бизнесмен – это разные вещи принципиально. Поэтому для руководителя очень важна его репутация в обществе. Он должен иметь безупречную репутацию. Он должен быть светским человеком. Он должен вести себя в обществе так, чтобы его уважали. Он должен деваться соответствующим образом, чтобы видели, что он видит. Он должен, соответственно, иметь соответствующее положение в обществе и иметь достаточно средств даже, чтобы его уважали. Он должен иметь статус очень сильный в обществе. И окружение, соответственно, такое. Он не может уже заниматься тем, что дискредитирует его в обществе как личность. Теперь взять бизнесмена. Что для него самое главное? Связи. Отношения. Должен иметь связи. Дальше. Он должен быть проницательным. Он должен видеть людей. Обманывают они его или нет. Чтобы заключать с ними сделки. Если руководитель создает команду себе для того, чтобы управлять, то бизнесмен просто набирает талантливых людей. И он заключает с ними временные отношения. А руководитель заключает такие отношения. Ему нужно воспитывать кадры. Он заключает постоянные отношения с людьми. А бизнесмен заключает эти две явления, потому что ему нужно добиться результата. И бизнес всегда плывет. Он то вверх, то вниз. Поэтому сегодня мы вместе, завтра не вместе. Сегодня вверх мы набрали команду, сделали как бы все. Потом дальше у нас пошел вниз. И так далее. По-разному психика работает. Если руководитель теряет себя, когда он начинает эксплуатировать людей, то есть начинает угнетать их своей властью, то бизнесмен теряет себя, когда он обманывает, начинает обманом заниматься бизнесом с помощью обмана. Понятно, что любой бизнесмен должен извлекать прибыль. Это в какой-то степени обман. Но здесь есть определенное чувство такта. То есть если ты договорился вот так вести бизнес, а ведешь по-другому, тогда ты будешь терять возможность. Каждая категория людей имеет свои возможности развиваться и имеет свою силу. То есть бизнесменов силой – это щедрость. Он щедростью покоряет сердца. Хотя его же амбиции – это жадность. То есть бизнесмен становится бизнесменом из-за жадности, а становится развитым человеком из-за щедрости. Правитель становится правителем из-за того, что он хочет власти. И он становится счастливым человеком, потому что он заботится о людях, а не о своей власти. Понимаете, это противоположности вот эти вот дают возможность человеку развиваться. Ученый хочет, чтобы все подчинились его знанию. Но на самом деле он сам подчиняет себя тому, чтобы дать людям знания. Понимаете, то есть противоположные вещи. И они дают возможность. То есть это истинное эго и лозное эго. Истинное эго, когда превалирует у человека в сердце, тогда он побеждает судьбу. Так, следующая конституция. Нижний святофорчик активен, самый активный, средний, на втором месте. Человек считает, что самое главное – это просто быть счастливым в труде. Он заботится о своей счастливой жизни больше всего. Он хочет просто счастливо жить. И для этого ему надо своим делом заниматься, каким-то своим ремеслом. Ему не хочется париться, чтобы там организовывать эту деятельность с другими людьми. Не, он просто хочет творчески что-то делать, что ему нравится в жизни. Понятно, да? Такой человек склонен просто развиться в какой-то деятельности. И быть счастливым. Он может быть художником, врачом, может быть, кем угодно вообще. Но цель его – это личное развитие. Цель – знание, цель – управление, цель – деньги, цель – личное развитие. Четыре типа людей. И каждый из вас принадлежит одному из этих четырех типов. Четвертого не бывает. Бывает пятый тип людей. Люди, которые не развились как лично. Не знают, кем им быть в жизни. Чем заниматься, не знают. Куда пойдет, где сила его в жизни. Это в основном так. Почему? Потому что образование не развивает людей по четырем типам.